Зачем вот это все, внешний вид такой красивый, если сама машина, ну качество недоработанное? Ну я вот просто вам как потребитель, зачем такие дорогущие фары? А спальник, про кузов, ну много чего, даже вот почему стандартный обтекатель нету на Газели? Вы нас обманули, вы блогер, почему нельзя прийти и сказать по-человечески какие у вас вопросы? А вы так вот обращаетесь с людьми, которые у вас только машины покупают? Причем ребята, весь завод на нас нападает. Вам обещаю, что я буду первым покупателем этой Газели. Народ, всю неделю средства массовой информации, тут информации полно про новые Газели. Прям на первых опишет, что вышла новая супер Газель. Мне все подписчики уже написывают, Владимир съезди, посмотри. Мы приехали сейчас в Москву для того, чтобы посмотреть на новую Газель Нэч, и чем она так хороша. Всем понравилось, давайте посмотрим. Ребята, как вы видите, основная новая в этой Газели, это в основном фары и внешняя облицовка. Но фары, я вам скажу, они светодиодные. Зачем они на Газели нужны, не совсем понятно мне. Я вам скажу для примера. У меня на моем Volkswagen Tiguan такие же светодиодные фары. У меня один товарищ тут чуть-чуть въехал в одну фару. Вы знаете, сколько стоимость одной фары? 50 тысяч рублей. Ну, я думаю, на Газели они, наверное, маленько подешевле стоят, но явно не 5 тысяч рублей, как на старой. Поэтому вот представляете этот случай, не до чего, там камешек вам пролетит из фуры. Ну, или где-то вы чуть ее разобьете. О каких суммах идет речь? Да, конечно, освещение от нее хорошее, но вот зачем оно нужно здесь на Газели, мне не очень понятно. Ну, внешний вид нормальный, конечно, сделал. Вопросов нет, все красиво, все светится. Самое главное, никто не упоминает, а внутренности-то какие у нее. То есть внутренности остались все те же самые. В общем, ребят, как мы видим, ничего нового нету. Такая же рама на Газели, абсолютно такая же кабина, чуть изменили, небольшой сделали тюнинг и так далее. Вообще уже ждут, наверное, давно от завода, что будет рама больших размеров под настройку. 5-6 метров, но завод почему-то это все не делает. Также смотрите, какой кузов здесь стоит, да. Соответственно, на шести точках, я не знаю, такие тоже кузова уже давным-давно не делают, но только вот на стандартном заводе клепают. Ну, машину тут так обильно палили, всякими смазками и так далее. Выглядит она, конечно, отлично. Поставили вот такие клапачки с газовской символикой. Ну, а больше ничего нету, ребята. Ребят, машину уже закрыли. Сказали, что руководство сказало, что машину закрыть и никого в нее не пускать. Видимо, уже дофига не снимали. Наверное, из-за бугра уже все, наверное, перенимают наши технологии по постройкам новой Газели. Но, не знаю, чем это вызвано, конечно, это может быть шутка, но салон как салон. Ребят, вот так ее решили назвать, Газель НН. То ли это Нижний Новгород, то ли это Ньюнекс. Ну, вообще, конечно, фантазия нашего завода, она просто безгранична, как будто больше других названий не существует. Конечно, уже смешно как-то выглядит. Российскую машину уже иностранных слов сюда столько включили. Да, если это Газель Нижний Новгород, то уже вот в этой аббревиатуре город Горький, либо Нижний Новгород присутствует. Ну, я не знаю, смысл какое-то название, мне абсолютно не понятно. В общем, ребят, все кроме движка, я так понял, на этой Газели старое стоит. Все вот эти вот оснащения, все вот, ну, мост, они решили спайсер поставить. Не слово в том, что качество какое-то повысилось в машину. Здесь абсолютно ничего нету, вот, а которые ждут люди, конечно же, в первую очередь, да. Ну, Газель занимается, конечно, показухой, вот, делает вот эти все электронные примочки, так как система там, ну, как она называется, аварийного торможения. Я вам скажу, я ее недавно испытал на фольксваге, не тигуане, да, она такая есть. Двигался как-то в дождик по двору, да, почему? И вдруг резко там сработала эта система. Запищало все, загорелось красным, я чуть башкой не выглянул лобовое стекло. Это было один раз такое, больше не повторялось. Извините, ребята, это система немецкая, да, немцы сделали. А вот что сюда внедрили, мне вообще, как бы, непонятно. И думаю, это будет такое мозга-б***ство. Сейчас мы на газоне, на первом 10-тоннике приезжаем в сервис, и там спросят, посмотрите, что-то пневмоподвеска не поднимается. Они вот с такими глазами не знают, куда подойти. А вы представляете, с такими вот системами вы приедете, и что вы будете делать там? Ну, наверное, еще это рановато. Конечно, это все функции нужны. Но вот сколько они будут стоить, ребятки, это вот вопрос такой интересный. Сейчас уже газель next, да, или там бизнес там, ну, 6-метровый я заказывал, мне там миллион 500, 600, 700, там зависимости от длины кузова, да. Ребят, газель, это все-таки она была машина, создана для, ну, малых организаций, предприятий, для малого бизнеса. А выходит так, что сама вот эта газель стала сейчас стоить, как малый бизнес. Ну, и почему-то никто не выговорит об ее нынешней стоимости. Я думаю, что стоимость будет ближе так к душечке, вот со всеми этими примочками, со всеми вот этими системами. Ну, хотя будет ли это вообще машина на рынок, вопрос остается открытым. Ребят, я бы, конечно, тут хотел бы увидеть вот это вот, там, кто у нас был здесь, директора группы ГАЗ. Задал бы ему вопросы, почему такие делаете качества, и когда будете над качеством работать, а не над внешним видом, не устраивать вот этой показухи. Но он, наверное, уже, к сожалению, отсюда ушел. Да, сегодня последний день, я не очень хотел ехать, но вот так вот получилось, что я приехал. Я очень хочу взять газель, но как не присылает только коммерческое предложение, я просто откладываю его в сторону. Ребят, вот смотрите, спереди линзованные фары стоят, светодиоды, а сзади еще за фигня стоит. Простые лампочки, даже ненидиодные, даже, наверное, фары, которые выпускаются с 90-х годов. Да, ну вот зачем заниматься показухой, вот это многие блогеры говорят газу. Вы чего вот это такое, ребят? Вы же хотя бы что-нибудь сделаете ради интереса. Как спереди, так и сзади поменяется. Они вот это вот ляпают на все машины 90-х годов. Я тоже блогер, вот у меня 10 машин газовской техники. Скажите, завод-то над качеством когда будет работать? Зачем вот это все, вот внешний вид такой красивый, если сама машина, ну, качество недоработанное? Это всем известно. Начиная с усталочной просечки металла, двигателя и так далее. Но здесь двигатель Volkswagen, вопросов к нему пока нет. Ну, остальное, подвески. Вот даже, посмотрите, спереди стоят диодные, дорогущие фары, а сзади что такое стоит? Сзади действующий стоит. Ну, так вроде бы как-то должно быть гармонично все это дело выглядит. Вот нас, потребители, вот смотрите, у меня 20 машин. Вот этого человека 30 машин, в том числе и ваши газели. И вопрос, почему нет качества? Цена растет, а качество, либо... У меня чисто газон и NEX, вот у Сергея, у него газели бизнес и газели NEX. Двигатели VATEC 30 тысяч, делаем головки. Ну, уж по расходникам я тоже ничего не говорю. Качество-то когда будет? Когда будет завод начинать с качества, а не с внешнего вида? Ну, вы смотрите, вы задаете вопрос общий. Нужно искать из того, какой режим эксплуатации, какие расходники используются, сколько грузите, перегруз, на перегруз и так далее? Да, машины новые, год, полтора машинам, соответственно, уже такие проблемы. Даже в сервис уже перестали ездить на ТО, потому что на ТО, во-первых, а, безграмотные, во-первых, б, мозги компостируют с гарантией, ничего не делают, лишь бы еще повод отказать. Пневма стоит, отказ, это отказ, там, ГБО там тоже начинают мозги компостировать, типа, ГБО не это, не стандартный стоит, ну, не заводской. Просто это, у вас президент просто выступал, у вас, да, группы ГАЗ. Мы лояльны ко всем клиентам, хотим им слышать и так далее, ну, по факту-то ничего не происходит. Сколько людей, сколько жалуются, почему ничего не делается? Почему? У нас, в принципе, проходят каждый год встречи с клубом газелистов. Там присутствуют и представители гарантийного сервиса, и продажного, и так далее, и сам президент непосредственно. Услушиваем там вопросы, уже непосредственно по делу, по технике идем, смотрим и отвечаем. Ну, мне удивительно, ну, как бы, что у вас такой плохой опыт именно эксплуатации наших продуктов, но, грубо говоря, то, как бы, отмечествовать, ну, не так, наверное, все равно. Понимаете, если я был каким-то блогером простым, да, вот мы вот владельцы транспортных компаний, ну, я блогер веду, не смотрели меня на ютубе, не знаете, на газе, катит называется, посмотрите. Катит. Катит. Да, вот, про газон я прямо все так очень хорошо рассказывал. Проблемы у всех одни и те же, понимаете? Продали, остальное пофигу. Запчастей даже в Нижнем Новгороде, я вот в Нижнем Новгороде живу, да, вот завод останавливался тут на выходные, у него были корпоративные, все, весь город стал без запчастей. А я представляю, как Нижний Новгород. А я представляю, что в других городах творится. Понимаете, качество запчастей, вот цена растет, 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 а качество-то остается такое, может быть, даже хуже. Я понимаю, вы менеджером, да, работаете, наверное, да, вы немножко, наверное, не можете на все вопросы ответить. Давайте вот вопрос такой, всех волнует. Когда длинное шасси будет целиковое с завода? Вообще, планируется, не планируется? Сейчас в «Газели» там 5-6 метров продаются просто, ну, наверное, сотни. Что такое целиковое? Нерезанное шасси, ну, цельная рама, чтобы была длинная. Смотрите, у нас рама вот такую конструкцию имеет, и, грубо говоря, ну, вопросов по прочности при испытании у нас не возникает. То есть, заявленные 3,5 тонны, если это такая платформа, и 4-6 тонны, если это такая платформа, она держит. То есть, грубо говоря, технология исполнения, она обоснована именно тем, что на заводе. То есть, у нас такая технология производства. То есть, грубо говоря, у нас есть пресс-формы под штамповку лонжерона, которая идет вот на такую базу 345. И чтобы делать базу 3745, ну, если вы хотите, да, целиковую, это надо еще одну пресс-форму заводить, где-то угрожание. А здесь мы используем те же самые пресс-формы, и ее отъезжаем и удлиняем, то есть. Я понимаю, вы понимаете, что есть спрос. Зачем вы отдаете вот на аутсортинг доработчикам? Да не на аутсортинг, вот у нас вот такая база, она идет с завода. Я понимаю, но вы отдаете потом в уйдор, который нам, конечным потребителям, удлиняет ее, ставит фургон и так далее. Вот эти вот кузова ваши стандарты идут с завода, выкидывают там к себе и делают новый кузов, да? Грубовая машина, плюс еще 30-40% стоимости прибавляется. Почему завод это не делает в заводских условиях? У нас сегодня на конвейере есть шасси с базой 3500-40%. Это мало? Нет. Что же это мало? База? Ну, опять же, это еще идет от конструкции. У нас есть максимально допустимая нагрузка на переднюю, заднюю и так далее. И если удлиняется уже там больше, ну вот у нас сегодня есть база 3950. Вот это самое большое, что вот с завода выходит. Больше. База это что, кузов вы имеете в виду? Или вообще вся межколесная расстояние? Межколесная расстояние. Ну так это вы что? Это уже прошлый год, понимаете? Сейчас уже другие совершенно потребности рынка. Вы вот смотрите маленько, ну вы с какого города сами? С Нижнего Нового города. Да, вот вы на улице выходите, смотрите, что ездят длинные газели, объемные кузова. Вопрос просто, почему завод в заводских условиях это не начинает делать? Спрос же есть. Вы говорите не про бортовую платформу? Про бортовую платформу. Борт-тент, мы говорим. Борт-тент, я опять не повторюсь. Я говорю про газели, не про газели. Я про газели вам тоже говорю. Здесь вот такая 3145 колесная база. Здесь 3145. 3145 пока нет. Когда будет? Не возьмите. Кому сказать, что надо такую сделать, чтобы услышали? Кто воспринимает такие решения? Президент, конструктор и кто? Менеджер? Можете и президенту обратиться. Господин президент, услышите нас. Может пригласите меня к вам на завод на экскурсии. Что-то вы игнорируете мои просьбы. Даже ваш пиар-менеджер что-то совсем не хочет идти на контакт. Хорошо, другой вопрос. Сейчас завод переходит на 4-х днев. Куда с октября или с ноября. В связи с тем, что санкции вводятся. Почему завод... Люди хотят работать. Я знаю, многих у меня знакомых работают на заводе. Люди хотят работать, не хотят увольняться. Почему завод на своей базе не организует ту же самую доработку машин? Те же самые изготовления фургонов, пентов и так далее. Он уже людей задействует. Почему он отдает своим вот этим дилерам, а дилеры, ну, просто богатеют, я не знаю, на глазах. А завод беднеет. Ну, по вашим словам, что все плохо на заводе. Почему не сделают на базе завода вот эту вот доработку? Это разве сложно сделать? Я не могу прокомментировать, я не знаю. Также вопрос к президенту вашему. Когда будет спальник нормальный на газели, полноценный? Спрос есть. Почему не делают? На газели вы имеете в виду, посмотрите, у нас есть двухрядная кабина, в которой сзади второй ряд сидений складываются и реализуются полноценными спальнями. Ну, это маленько не то. Вы представляете, ну, какую вам машину назвать? Ну, хотя бы не боюсь, МАЗ-Зубрёнок, представляете? Какую? МАЗ-Зубрёнок. Нет. МАЗ-Зубрёнок не знаете такой? Ну, там все равно кое-как, но выполнен спальник, сиденья раздвигаются, можно спать. Здесь вообще ничего нет. Вы представляете, что ваши машины по Межгороду очень часто ездят. Где людям спать? Почему вы об этом не думали? Вы сделали какие-то подлокотнички. Большинство вот сейчас вот газелей ставят сиденья вот такие вот раскладушки. Знаете об этом, нет? Тоже стоят 10 тысяч рублей, очень полезная вещь. Почему завод это не может сделать в заводских условиях, если есть спрос? Я понимаю, конечно, регламенты и так далее. Вот, по моему мнению, я просто вижу, вот проблема завода просто, ну, в неграмотном управлении. Спрос людей есть, люди готовы покупать, понимаете? И, ну, вот, завод не делает. Это конкретно про спальник, да? Про спальник, про кузов. Ну, много чего. Даже вот, почему стандартные обтекатели нету на Газели? Это же на всех машинах используется. Посмотрите, китайские машины, все идут с Китая, с обтекателем. Наш завод почему-то считает этому невыгодно. Тоже можно сделать отдельное подразделение, которое будет заниматься. Также людей они могут туда устроить. Но почему-то это не делается. Все ищем какого-то врага на стороне. Так? Не возьмешь ответить на это. Ну вот, я даже вам не знаю, что спросить. Когда пневмоподвеска будет уже, сколько газелистов ставят? Вот на автобусе у нас пневмоподвеска. А на Газели когда вот на этой будет? Ну, в первую очередь у нас она появится на автобусе. А в дальнейшем посмотрим, если будет сильно востребовано, то может быть, будет ли распределение такая дела. Потому что, ну, тоже очень много газелистов ставят пневмоподвески. Это цена там до 50 тысяч рублей. То есть, у доработчика этой пневмоподвески, у разработчика, она стоит 25, плюс дилер накидывает еще 20-30 тысяч. В итоге 55 тысяч стоило. То есть, человек покупает у вас стандартную машину и на 30% ее стоимость увеличивает допами. Кузов, обтекатель, тент, пневмоподвески и так далее. То же самое. Приезжал к вам на завод, к одному человеку, спрашивал, когда будете ставить отопители штатные в салон? Независимый. Знаете, такие планары есть, вебасты и так далее. Воздушный фен. Вряд есть. А на однорядной машине. Это люди, не люди, что ли, ездят? Почему не сделать? Почему топитель, когда есть штатные? Какой? Воздушный фен? А, я понял. Вы имеете в виду отопитель, который жидкостный подогреватель, двигатель? Нет. А именно отопитель. Знаете, что такое? Отопитель салона стоит. Такая вот маленькая коробочка, которая работает от бака. Ну, грубо говоря, у нас есть опциональный подогреватель вебаст, но он может быть установлен. И без заводки двигателя будет, может работать отопитель. Вы знаете, какой на нем расход? Просто космический. И он, сильный мороз, но он не прогреет так салон. Но вы просто прочитайте, что такое воздушный отопитель салон. Понимаете, это тоже те деньги, которые мы вкладываем, когда покупаем машину. В Самаре, допустим, существует целый завод, который их делал. Почему тоже заводу не взять технологии, не наладить это на своем производстве? Тем самым он избежит вот этих вот сокращений рабочих мест. Ну, и своих людей хоть куда-то трудоустроить. Это разве сложно? Не знаю. Простите, Павел, здрасте. Можно я на уходу у вас надо? Давайте. Почему закрыли-то? Открутите, хоть посмотри. Вы представляете, потенциальный клиент ваш. Потенциальный клиент, смотрите. Да, вот человека 20 машин, у меня 10 машин. Всю неделю, всю неделю машинка была открыта. Так. Был пресс-день, был пресс-релиз. В интернете полно с никаких блогеров уже писали, сколько было. Была лесоруля там. То есть она приходила. Кто такая лесоруль, вы понимаете, это вообще она... Мы, вот владельцы транспортной компании, понимаете, мы... Машинка была открыта всю неделю. Часто почему не можете? Ответственный запретил открывать, например, этот прототип нам еще не скинуть. Нахвалили просто, да, и так далее. Ну, вы вот знаете что-нибудь про Газель, вот вообще, вы знаете, там, по плану завода, вот. Когда вот будет уже бак нормальный побольше, да, и вот такие вот вопросы другие. Бак сейчас у нас действующий, 80 литров увеличенного объема. Сереж, хватает 80 литров вашим водителям? На газу есть. На газу. На газу стоите сколько на заводе стандартный бак? Люди все переделывают на сколько? На 75. На 100-70 минимум. Тоже вот такие вещи-то, когда там, вы до завода донесите, к тому же до них невозможно достучаться. Почему невозможно достучаться? Есть телефон горячей линии? Ой, слушайте, я сколько раз звонил горячей линии, ни ответа, ни привета не было. Можете померить мой номер, чтобы у меня были такие образы. Модель двигателя называется полностью. Модель двигателя, вольцваген, а селси. Вот на вольцвагене Тигуане у меня примерно такой же двигатель стоит, так? Только у меня двухлитровый, дизельный, 150 лошадиных сил. На Тигуане я не знаю, какого двигателя стоит. Здесь двигатель Янс 89. Хорошо. А вот эти вот советские шланги, которые стоят, мне кажется, они не очень, наверное, вписываются в немецкий двигатель. Это не советский шланг, это такая облетка. Сколько стоит такой двигатель? Конкретно по детально, газельку, я не могу рассматривать. То есть стоимость фронтовой версии начинается в миллион 150. Миллион 150? Ну вот именно этой машиной или вообще, которая существует? Данная машина сейчас не продается, это в 2021 году. В МИМ. Вы как считаете, может быть, до 2021 года заводу все-таки проработать, чтобы прежде чем ставить все вот эти электронные примочки, у него должно быть нормально все хорошо взаимодействовать, работать и ходовая часть, и коробка, и двигатель, а потом уже начинать вот эти вот примочки ставить? Если по факту сейчас вот это вот все, ну, скажем так, одноразовое, то зачем еще ее шпиковывать вот этой вот электроникой и так далее? Мы хотели выходить в серию, в основном и проходят все ресурсы испытания. Здесь идет разговор о правильной эксплуатации. По-любому водители перегружают. Ну да, все возят на газели, давайте скажем честно, 2,5 там, кто-то даже 3 тонны определенные товарищи. Но не в этом суть, понимаете? Суть в том, что вот вы сейчас вот электронной примочкой на это все шпигуете, а на самом деле машина, ну, она еще сыроватая, понимаете? Это лишняя вот проблема вот владельцам вот. Вот даже приезжая в сервис уже на новых машинах, они вот глаза вот так разливают. Я вас понял. Это прототип. После выставки поедет на испытания как раз, чтобы все вот эти моменты возможны проверить, что-то доработать и уже к серийному выпуску исключить. Вы сами верите вот в успех вот этой машины? Да, мы верим в машину. Молодцы. На Алиэкспрессе стоит там 2000 рублей. То же самое заднее. Все вот эти вот функции, которые вот, ну, система экстренного торможения, магнитола, там тоже можно купить, понимаете? А наш завод еще вот в 21-м году хочет все это выпустить. Ну, я вот просто вам как потребитель, зачем такие дорогущие фары? Эта фара стоит явно недешево. Ну, вообще здорово, что вы задумываете как-то, ну, какие-то варианты, решения предлагаете. Вы можете, в принципе, все это сформировать и либо президенту, ну, соответственно, через пресс-службу направить. Это бесполезно. Я у вас знаю, у вас PR-менеджер, как назовут пресс-секретаря на заводе? Знаете? Вы про Ярасова? Ярасов? Господин Ярасов. Вот спросите, знаете он есть? У вас есть его адрес, пишите. Бесполезно. В общем, ребят, я понимаю, конечно, тут ребят загрузил своими вопросами. Они тоже нижегородские парни, работают на заводе. Ну, конечно, не в области их компетенции ответа на вопросы, но я думаю, что нас и услышат. И пресс-секретарь Ярасов, у него фамилия, который тоже там игнорирует мои письма и так далее, хотя он меня знает. Но пока все остается так. Надеемся на лучшее, конечно же. Все, верим, что будет, но на самом деле все пока так. Конечно, хорошо, что хоть что-то делается, да? Не стоят они на месте. Двигателя, наконец-то, другие нормальные ставят. Хотелось бы еще газовый двигатель нормальный, который не 150 тысяч ходил. Потому что у нас ни что не этот. ИЗМЗ-49, который у меня на УАЗе, и ВАТЭКО этот тоже, который одноразовый, там по 150 тысяч за год его меняют. В общем, товарищи представители газа, давайте займитесь качеством, надежностью, а потом уже вот эти все электронные примочки водить. Мы как собственники, нам нужно, чтобы эта машина зарабатывала деньги, прежде всего ездила без проблем и не доставляла головной боли. Ну, а потом уже будем думать, наверное, как все остальное. Если вы это сделаете, через два года я вот прям вам обещаю, что я буду первым покупателем этой газели. Если вы доведете это все дело дома. Вы сказали, что вы корпоративный клиент. Так. Когда вы, оказывается, совершенно не корпоративный клиент, вы нас обманули, вы блогер, почему нельзя прийти и сказать по-человечески, какие у вас вопросы? У меня 10 машин в вашей марке. Какой я вам не клиент? Да, рада. А какой я вам не клиент? Это не корпоративно считается? Вы какой корпорации принадлежите? Аркс-логистик. Знаете такое? Не знаю. У меня 20 машин, вот этого человека 30 машин, 15 ваши марки. Вы только сказали 10. Сколько у вас машин? Всего 20. Вы сказали 10. Ну, газовские 10. Газовские 10 техники. Я говорю, в общем. А вы так вот обращайтесь с людьми, которые у вас только машины покупают. А вы как обращайтесь? А пойдемте вон куда-нибудь к Мерседесу. Да там все скажут, все расскажут, понимаете. А у нас вот газ все. В общем, ребята, весь завод на нас нападает, ничего не говорит, блин. Какие-то мысли тут тишка. В общем, недовольны они. А куда еще приходить снимать, как не на выставку, да? Ну вот, почему-то такое у них отношение. Хотя вот я им объясняю, что у меня вашей техники очень много, а вот человек стоит у него еще больше. Ну вот, им надо, что только положительные были одних отзывы и так далее.